Их служба и опасна, и трудна. 17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции. В 1923 году была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ и положил начало формированию Института участковых в российской полиции. Сегодня в Таупсинской полиции служат 26 участковых уполномоченных. На территории Новомихайловского городского поселения свою службу несут 4 участковых. За работой одного из них наблюдала наша съемочная группа. По зову души да и форма нравится. Именно это привело Сергея Афанасова работать в полицию. Его трудовая деятельность в должности участкового началась с 2008 года. Сергею была присвоена медаль за содружество во имя спасения. Во время наводнения в Новомихайловском он спас 6 человек. Этот героический поступок внесен в Книгу добрых дел партии «Единая Россия». Нравится общение с людьми, какие-то вопросы помогать решать. Как говорится, чем можем, тем поможем. Мы стараемся помогать всем, никого не уделять, всем вернее, уделять внимание, никого не оставлять без внимания. Служба участковых уполномоченных единственная в полиции, где сотрудники закреплены за определенной территорией. Они проводят профилактическую работу по предотвращению правонарушения. А в случае совершения преступлений раскрывают их совместно со следователем, дознавателем и сотрудниками других служб. Зинаида Михайловна, в преддверии Олимпиады мы проводим, как говорится, подворный поквартирный обход. По нормативам, один участковый уполномоченный должен обслуживать население численностью не более 3000 человек. В нашем же районе на сегодняшний день из-за нехватки кадров на четверых участковых возложена ответственность за 17 тысяч человек. Шум в ночное время, скандалы и побои – самые частые нарушения граждан. Мы доверяем еще, доверяем пока что людям в форме. Мы бы хотели, чтобы просто участковый с нами буквально дышал одним воздухом. Мы всегда рады с ними вместе работать и помогать. Всегда. Это любой наш домком скажет, мы будем первыми помощниками у нашей доблестной полиции. Самое главное – это вежливо-культурное обращение с гражданами. Какой бы человек ни был неадекватный, если мы будем разговаривать с ним корректно и вежливо, то он все равно становится адекватным. Он идет нам навстречу, он разговаривает с нами. Ну и, конечно, соблюдение законности. Работают участковые и в праздничный день. Они в курсе всех событий, происходящих на закрепленной территории. В случае экстренного вызова участковым приходится выезжать на поступающие жалобы и днем, и ночью. Хочу поздравить свой личный состав и всех участковых, уполномоченных Краснодарского края Кубани с праздником, чтобы пожелать им творческих успехов, профессионализма, побольше смекалки оперативной. С праздником!